добрейшего всем утра друзья время 7.20 чтобы уже на прогреве я уже помылся кофейку попил хотел рассказать вчера история вчера приехал устал на этом лукойля сходил в ленту купил воды он круассанов опять купил эти химические круассаны заходят так пошурился просто делать ничего но и пришел уже тут что наверно было начало 11 блин а машине жарко думаю пойду похожу набрала жене по ватсапу ну и вон там вон он где фуры стоят вдоль блин вдоль красных этих ну вот между фурами там хожу вдоль бордюра выбегает охранник вот с этой лады не знаю блин они видимо по утрам смотрят горца я вам серьезно говорю вот учет он как-то подошел не по-доброму ко мне сейчас скажу с как учатся вас повернулась хоть и я буду потихоньку рассказывать так тут все включено тут все включено хорошо в общем вон этот бордюрчик вот видите красный но вот эта фура здесь так и стояла от вот этой не было было только желтого в прицепе я вот так только зонечка туда-сюда хожу брожу выбегает тут ходить нельзя а я блин а ну жена свидетельца разве ворота я говорю бля я еще и дышал беру прикинь он чё ну и такой бля кидаться кидаться я думал кидаться сейчас драться полезет что-то там прыгал прыгал или пытался подпрыгнуть там я так и не понял честно говоря ну что вы сюда меня пропустите надеюсь вы без поворотника спасибо подошел там что-то один раз подошел второй ну я конечно же не промолчал понимаете да ну ладно не суть вот он что-то ко мне пристепался что типа нельзя ходить там что-то по заправке чего ходить вообще ничего не понял да и хрен с ним впечатления какие оставляют эти господа мнение я не обобщаю что там типа то просто вот такие у меня были хорошие впечатления города череповец и здесь один чувак который вот взял чуть-чуть подпорт не сильно но но в принципе ну да ладно утренний привет всем господа и город череповец и вообще полина немножко вот с утра повеяло прохлада как прохлада честно очень тепло было ночью люк открыт дышать нечего блин что-то дорога ой болти какие лежат ни хрена себе это прямо можно уже было кидать в котел и переваривать нормальная часть металла летала время 7.20 с 8 вроде работают не написали в общем еду на выгрузку и поедем мы как и вот я тогда приезжал на через улицу мира где выписывают пропуска я что сейчас как говорится по знакомым местам проехать можно было тут направо ехать как вот эта газелька но были на это самое и вот там вот за бойлом а потом лукойл выезжать но там неудобно на светофор выезжать отсюда можно чуть-чуть подщемиться и по прямой по прямой толкаясь притолкаясь выйдут да кстати по моему даже на это круговое выеду где и тогда а может и нет не кругового не вижу что такое и потом куда-то там лево вправо лево вправо и короче в промышленную зону но реально практически на берегу реки будем секс на разгружаться в общем вот так вот а так принципе все нормально машин даже тут как бы вот ночью движение вообще не было поэтому спалось нормально просыпался наверное два раза блин а но я не выспался через одну очень душно прям очень душно я уже ждал когда уже в это окошко мое одно пойдет воздух он все так и не шел потому что у меня же одно окошко понимаете ну все так ладненько все поехали на точку блин а чё-то стрелка второй у вас направо а прямо на мне слева думаю а чего стрелка направо но это нормально дальше хотел сказать посадите как насколько дороже топлива здесь у полагонской области это просто капец не просто дороже на дебой или 56 69 не знаю почему так дешево а на лук более почти 58 рублей ни хрена себе я бы сказал дорого вода но я заправлены снова уже бак почти сюда выпалил сюда вот по расходу пришел а заправочки где ночевал роснефти скажем так и не не очень потому что ну блин ветер был какой-то и здесь все таки дорога больше такое гористая поэтому немножко получился расход наверно побольше я не знаю сколько километров приблизительно получилось около 600 хотя чуя колдун нормально сушь лампочка не горит ничего не горит блин дяденька осторожно на велосипеде я вас боюсь все ладинка друзья подъезжаем сейчас доезжаем до места не выгружаемся там расскажу если будет возможно ну вот друзья кто со мной тут ездил в роликах направо если ворота на север сталь где я заезжал каждый раз когда приезжал а мне он показывает 600 метров и на левого стали куда-то еду потихоньку что-то трассе сильно короче вот куда нам куда-то туда 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 и мы где-то будем за самой целью рановато еще без 20 только 8 но лучше чем ну лучше чем чуть чуть раньше чем чуть позже а вдруг нас выгружать начнут сразу блин а где же это место 300 метров не когда ездить ну а здесь автобус даже какой такой там что если что можно будет сесть и в город подкатить ну а блин окружная номер не прочитал о нам где-то вот тут налево уже скоро как у меня эта контора называется какой-то тингер это не наше вот рядом с тингером что-то здесь о окружная 18 строение 1 ну вот же вот же правда тут ворота закрыты их никто никогда не открывал а возможно мне вот сюда налево а возможно и нет что делать заезжать нет так ладно сейчас заедем узнаем охранники есть нет вообще кто тут написано злая собака тут есть вы приехали судя по железу слева какой-то вот тут слева что-то с железом делаю здесь так ладненько друзья буду сейчас набирать или ждать пока там кому чего куда и все все в общем меня выгружают хотели вручную но решили что кран балкой достану уже пачку сняли сейчас вторую и все и мы будем в принципе свободны и буду звонить и буду звонить на загрузку загрузка должна быть в поселке шекс на по-моему так называется 50 километров в сторону вологды по дороге в сторону дома там заедем какой-то мост задний мост или передний мост от трактора должен забрать в общем как то вот так так что вот так вот выгружаемся люди металл занимаются изготовлением мебели металлической всякое-всякого в общем всякого-всякого вот тут вот за забором делают такую же трубу сказали но чуть-чуть толщина не та такой толщины которые надо не делают нигде на Северстале можно заказать но только вагон минимально от вагончика так что пришлось везти с родины нашей все ладно пойду контролировать разгрузку все друзья меня разгрузили 8.36 милая женщина девушка как женщина очень приятная общались я не знаю она руководитель тут наверное может быть супругом они тут были все хорошо и золой собака галкает так что не вручную уже хорошо что недолго сейчас выезжаем набираем на место загрузки потому что мне надо заранее до свидания до свидания вот вот она была в кадре сережка что у тебя упало там а в кузове нормально ба 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 в общем поедем загружаться сейчас буду звонить надо только остановиться наверное позвонить предупредить что я буду буду скоро в течение часа где-то в общем как то вот так что а это вот они и есть с этой стороны наверное блин как жарко душно сегодня душно парит но пасмурно какие-то тучки ходят по ощущения что дождь будет в череповце я правда по прогнозу не видел у меня даже вентилятор хер просто я вот стою возле машины из меня херачит пот водички водички глоточек сделать невозможно так что как то вот так так ладненько друзья все я сейчас надо остановиться на поднабрать узнать что и как и дальше потом вам расскажу здесь встанем местечки ну вот друзья я повернул на улицу столеваров позвонил людям меня ждут я сказал что через часик буду где-то ориентировочно сказали хорошо приезжайте мы вас ждем так что пока все нормально все в очередной раз побывали в череповце покидаем этот чудесный город и едем в сторону дома но собирая что нибудь или где нибудь скажем так так все друзья тогда погнали череповцу очередной привет и поскакали в город шанс это как раз кто-то я не знаю это город или городской поселок или поселок где я заезжал когда-то помните в магазин направо уходил туда и вот магазинчик кстати мне походу я посмотрел сторону того магазинчика где-то адрес там загрузки есть так что как то вот так в общем поехали ну я уже вот в шансе ехали мы оттуда развернулся вот направо и прямо вот даже говорю там я смотрел где-то в районе куда я ехал в магазин так а нам потом наверно на мост туда чтобы развернуться домой или как там так откуда тут главнее ё-моё у нас вообще всем уступить 1,6 километра едем прямо 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 и потом на какую-то улицу и налево и мы у самой цели давайте парни давайте 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 блин как же тут проехать то ё-моё вообще никак а вот всё что у меня колонка рулевая запищала заскрипела вот не понял я что тебя берёт там где-то резинка пошла попала или чё хрен его знает ладно я так понимаю в частном секторе где-то буду забирать мост от трактора а будут грузить сказали манипулятором а чё как хрен его знает бушный он вроде не новый какой-то какой-то старьё ладно приедем сейчас по месту посмотрим все друзья я все забрал выписали документы тут все манипулятором чхонько закинули и все нормально сейчас выйду еще там блин чего рулевая колонка скрипит стала вам слышно зададим вопрос специалистам может они нам ответят фу блин ну просто вот воздуха нету парит 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 ну пасмурно там стоит тучки такие впереди видите где я загружался в таком вот поселочке сейчас на минутку тормознусь доделаю документы и выезжаем все друзья тут что-то писал доделал в принципе в этой части россии у нас все нам еще надо будет в мытищах забрать еще одну такую же фиговину и все такой же мост какой-то второй забираем и едем сейчас сделал запрос они сегодня так вечером что восемь девять смогут загрузить или придется ждать утра а так не хочется ждать утра честно говоря ну да посмотрим как бы нам еще тоже пятьсот семьдесят километров до туда валить показывает восемнадцать тридцать ну вы сами понимаете накидываем минимум часика полтора я так ему и сказал что если часик с восьми до девяти я приеду нормально будет или нет в общем жду ответа будет ответ не будет ответ лучше бы конечно сегодня можно было москву пройти и как говорится лечь отдыхать а с утречка по холодку шазам и поехали ну это как бы вот так нормально никуда нету все прошло хорошо быстренько все отлично 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 все выезжаем шекс не привет разворачиваемся я все приветы передаю ну и блин а что делать где то нам вот тут вот направо под мазком развернемся и назад пошли на молоку как то вот так как то вот так работенка идет надо брату позвонить узнать что он вот там он где то стоит в Калужской области на каком то там торговом этом развлекательном через 500 метров съезд выгружает его и выгружает что там слышно пока связь есть все поехали а вот развязка на грязовец дедово я туда ездил кстати что заеду я решил сюда в это кафе как оно там называется забыл я блин надо супца какого-то поесть а то вчерашний супец мне прям не зашел в общем заезжаю сюда вот покушаем баранка баранка называется баранка блин людей блин а вот скажите голодают люди смотрите людей то сколько а машину там очередь опять очередь заеду ничего себе машин блин а где то леденца поставить и тут вот люди тоже поставили а это грузовым нельзя у нас же не грузовой правильно сейчас вот сюда вот вот сюда вот так же станем блин народу просто тьма а что так много людей это а и еще вон сколько людей много офигеть все ладно пойду я покушаю блин что так заскрипела все помазать что ли где постановает устал леденец работать ё-моё что ты будешь делать вот еще все целой семьей идут ладно пойдем попробуем покушать а нет попрем дальше сходил я покушал в общем 500 рубасов борщ с пампушкой и эти макароны с фаршем как они там боланьеза и кофе все очень дорого реально ну как дорого сколько до 500 рублей до 20 рублей на наши деньги так же как у нас так же как у нас типа поели сейчас короче качну немножко черного золота и все и выдвигаемся видите какие статуи здесь вокруг везде вон там вон стоят беленькие все из советских времен осталось или поставили не знаю но прикольно и здесь вот такие вот дети с голубями в общем ладно постоим минут десять покачаем солярку и выдвигаемся дальше нас ждут при любом раскладе я вам говорил нет в общем матища ждут меня во сколько бы я не приехал приеду в восемь в семь вечера в девять все равно загрузят так что нормально все и все и потом прям в сторону дома больше ничего брать не будем да и нечего наверно я сейчас больше не смотрел это я договорился еще в пятницу что ли не помню или в четверг когда я собирался сюда ехать четверг в пятницу в пятницу да договорился в общем и вот еду собираю такие вот дела все друзья докачиваем и попрем попрем на Москву на въезде в Ярославль купил еще 100 литров на Газпроме правда ценник 44 44 ну или давай по 42 да нет и что наши пацаны говорит по 45 здесь давно продают я ого ого а что ж так дорого ну да ладно как говорится сэкономили того мы уже купили 350 литров у этого по 44 у кого-то взяли по 40 у кого-то по 42 в круг пока по 42 так что нормально так что Ярославля за второй второй день подряд по Ярославлю ездят я по Минску так часто в Минске так часто не бываю как Ярославль шутка это шутка ладно вон ветер видите какой лобовой лобовой боковой короче хрен пойми не сэкономить оказывается это он передо мной ехал в этих там Даниловичек это он кричал там на Газпроме тоже сдам топливо но а он меня не услышал ух ты блять собаку то завалили только что это самое и мы доехали до сюда и он подключал но он еще дядька какой-то сдавал я ему говорю ну так нефти брал по 42 по 40 отдавали даже а он типа да нет и что у нас тут уже давно за бешеные деньги отдают я говорю понял ладно хрен с ним давай заправились и поехали как говорится все ладненько что Ярик проскакиваем 300 километров не до точки осталось 300 я поевший если что на ходу перекусим а пока еще и не хочется ничего только водичку пью потому что все равно душновато скажем так в общем как то вот так все друзья нам 4 километра до Гагарина чик вдоль опять нефтеперерабатывающего завода и выскакиваем за город и погнали на москву вперед а вот друзья хотел показать кто смотрит у меня на канале за мной следит вот то место где зимой искал КЗ сюда приезжал электрик вот эти машинки стенд легковые вот оно ругались уже тут пацаны в рацию там что-то вот сейчас на перекрестке там кто-то кого-то чего-то сделал вспомнили там про Нижний Новгород про ориентацию сексуальную как говорится коллеги чё о чем хотят а то могу обо всем могут поговорить вернее не о чем хотят а обо всем прям вот на любые темы разговаривать да кто куда сколько раз может не может просто вот красота блин запах стоит конечно здесь от этих самых от нефтяных этих штук просто вот аж нос выедает черным золотом попахивает как бы так а нам вроде сюда да 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 гагарина туда а нам вроде сюда вроде прямо да 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 все главное не сбиться с маршрута все друзья погнали погнали вылетаем дальше что друзья движемся по направлению Москва в общем это Дмитровское шоссе я уже дошел до ЦКАДа по ЦКАДу прошел съехал на Дмитровку ну там шелка бывшая я вспомнил я тут ночевал когда-то а куда я тут что привозил просто я вот это вот смотрю знакомые местины да 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 а куда я тут приезжал я где-то вот тут ночевал а потом куда-то подъезжал выгружаться по-моему в обратную даже сторону сюда но это не точно или я наоборот с Москвы шел по МКАДу и потом когда еще МКАД разрешен был в общем хрен его знает не помню но вот эту вот заправку помню точно тут ночевал в общем мне 12 километров осталось вообще этот магазин будет как бы поближе ну вот он но к нему почему-то чтобы попасть надо съездить в Москву развернуться и вернуться скажем так вот но и при этом сейчас будем тут толкаться маленько и будем звонить этому тут человеку который встречает вот тоже тараться с помехами тут в Москве и в России вообще какая-то проблема вот сказали точно так же быстренько покладем вам кузов и вы поедете единственное что я попрошу чтобы он этот мост сдвинул а рядом положил второй я их двумя ремнями притяну и они будут хорошенько ехать такие планы вот а как будет сейчас все узнаем в общем ладненько пока погнали до до места а там посмотрим что как будет вот для время 20 15 час ушел загрузили мы вот тут моста я в общем не снимал потому что нас было много как обычно в общем я моюсь потому что я вам весь черный грязный как не греценок и выезжаем все но этот мост больше это от этой херни такой а тот маленький в общем его положили ближе к жопе а этот сюда так что вот так вот дверка открывается канистра достается моемся друзья моемся и выезжаем все короче на М1 до блинчиков как обычно и боже как негр перекусим куда-нибудь доедем и спать а завтра утром будем доезжать как то так все друзья выезжаем мы с этих перди мерди нормальные пацаны выгрузили меня вообще без проблем все четко красиво единственное что я что то не понял куда он меня ведет может мне назад так же ехать как я заезжал я бы здесь дороги а он меня ведет вот сюда направо проедем не проедем ну должны и ладно может надо было наоборот ехать ну и хрен с ним так так ну-ка как мы загружены да нормально легкое покачивание а вот мы сейчас выедем на аутобахинг через 200 метров поверните направо на Адмитровской шоссе я качу вам не скажу что тут можно или тут односторонняя что-то не поймите наверное односторонняя поэтому тут кирпич или не кирпич скорее всего кирпич 200 метров чего кирпич вот вам и пожалуйста поверните направо поэтому я сюда и не заехал поехал через стоянку через эту в общем вроде все забрали были там небольшие прикончики но вроде все нормально все разрешилось на мне эти прикончики пофигу боже как я хочу в душ а я хочу в душ там не было душа в общем поеду где-нибудь до стоянки где есть душ иначе я еще одну ночь таким липким не переживу это будет жестко так что так что выезжаем все нам на скат назад как говорится за город 120 километров до кубинки ну а с кубинки там уже мал по малу и прискочь ну жена звонит ой друзья ну что добрался до своего любимого места вон пончики блинчики время 22 44 в общем что все на сегодня хорош я еще доеду наверное до лукойла и ложусь спать все без будильника без без никак что то я уже устал вот а завтра будем ехать домой ну об этом в следующей серии всем пока пока